В Читу прибыла специальная бригада московских медиков для консультативной помощи нашим специалистам. По итогам поездки, возможно, инспекционной, состоялась совместная пресс-конференция столичных врачей и нашего, пока еще с приставкой в Рио, министра здравоохранения Забайкальского края Оксаны Немакиной. Сейчас отмечается, скажем, возвращение того процентного соотношения инфекционных заболеваний, которое было до ковида. Это происходит не так быстро, как хотелось бы нам ответить. Но если бы мог ответить вам, когда закончится коронавирусная инфекция, ну, к сожалению, никто не знает, когда это произойдет, учитывая, что вирус мутирует, образуются все новые и новые штаммы. И в этой ситуации мы можем только предполагать, как будет развиваться инфекция. Плюс от общения с московскими специалистами в том, что меньше страха перед коронавирусом, больше разумной надежды, которая исходит от подлинных медиков. Ведь мы практически не видим реальных врачей в кадре. Все больше чиновников от медицины, которым доверия в разы меньше. Но никто не внушает ложной надежды, что вот-вот и мы будем жить, как прежде. Мы больше узнаем об этой инфекции, вырабатываем методики, как ее лечить. А теперь методом пропа ошибок системы здравых ограничительных мер, чтобы обуздать болезнь, не разрушая при этом экономику, социальный уклад и мировоззрение людей. Приезд этой комиссии придает больше уверенности в правильности действий забайкальских медработников. Есть определенные принципы организации работы. И они здесь полностью соответствуют уровню организации работы в Москве и Московской области. Цель была – это осмотр медицинских организаций, которые оказывают лечение пациентам с новой коронавирусной инфекцией. И консультативная помощь при необходимости, если требуется, на местах. То есть, если… Консультации, они потребовались? Что-то подсказали? Да, потребовались. Но они минимальные на самом деле, потому что мы привезли с собой методические рекомендации. И, собственно, в медицинские учреждения мы их доставили при визите. Но какого-то кардинального изменения плана лечения не потребовалось ни в одном сценарии. Надежды на то, что эта болезнь не подкинет нам каких-то неожиданностей, нет. По-прежнему труд медицинских работников сравнивают с подвигом. Работать 4 часа в воздухонепроницаемом костюме, когда нельзя его снять или отойти из красной зоны, непросто. Неизмеримо высока и ответственность врачей. Пациент индивидуальный, каждый. Да, у каждого новая коронавирусная инфекция может проявляться по-разному. И иногда какие-то возникали моменты, мы советовали с нами, да, наши коллеги на местах. В те волны эпидемия и тяжесть пациентов была сложнее. И наши коллеги, которые приезжали сюда, они достаточно долгое время проводили непосредственно в красных зонах, участвуя и физически, и интеллектуально в лечении этих пациентов. Потому что даже в те времена были все равно такие серые пятна, когда надо было понимать, по правильному пути мы идем или нет. Действительно, в этот раз приехала достаточно небольшая команда на довольно непродолжительное время. Больше для того, чтобы проверить, соблюдаются ли протоколы о лечении и консультации в сложных индивидуальных случаях. Тем не менее, вакцинация оказалась наиболее обсуждаемой темой на пресс-конференции. Уровень недоверия к этой прививке, а точнее, к той настойчивости, граничащей с насилием, что правительство края и официальная медицина вкладывают в этот укол, еще высок у нашего населения. Конечно же, зависит это от уровня вакцинации, от количества населения, которое сделает себе прививку. Тем самым, мы можем сократить или значимо уменьшить количество тяжелых форм течения болезни. Не осталось без внимания. Проблема пострашнее коронавируса – недостаток медицинских кадров. Не всегда врачи и медсестры покидают наш край или государственные клиники в погоне за длинным рублем. Чаще люди просто уходят из профессии, эмоционально выгорают или идут туда, где легче работать. Вопрос даже не в зарплате или еще в чем-то, потому что это реально тяжелая работа. Это большая ответственность. К сожалению, вы все это прекрасно понимаете. Сейчас молодежь достаточно амбициозная, и все, что происходит в соцсетях, где легкие деньги, ничего делать не надо, и даже учиться. Конечно же, немножко перепрофилирует нашу молодежь на то, что зачем работать и еще брать на себя ответственность за другого человека, который тебе, по сути, никто, чужой человек. Это, конечно же, достаточно тяжело. И мы над этим работаем. Мы пытаемся привлечь молодых ребят и заинтересовать их, именно заинтересовать. Что это достаточно благородное занятие, и вопрос даже не в деньгах. Столичные светилы в очередной раз дали нам понять, что все силы на борьбу с коронавирусом прикладываются. Хотя это достаточно молодое заболевание, еще до конца неизведанное. Как нас нужно лечить и какие последствия ждут переболевших, сказать пока очень сложно. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Алексей Павлов, ЗАПТВ.